МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале губерния 33 программа безопасности. Обзор чрезвычайных событий за неделю. Я Борис Пучков. Здравствуйте. В громком скандале оказалась замешана школа номер 42 микрорайона Юрьевец. 29 августа 2015 года в торжественной обстановке при участии губернатора в ней был открыт спортивный блок. Этого события жители микрорайона ждали 20 лет. Три спортзала, современный плавательный бассейн и многое другое областному и городскому бюджетам обошлись в 200 миллионов рублей. А 5 ноября 2016 в школьном бассейне произошло ЧП, о котором сегодня говорят не только региональные, но и федеральные СМИ. Вот так весело с размахом отдыхает компания из семи человек. Известный во Владимире диджей, ведущий, стриптизерша и их друзья. Место действия – школьный бассейн. Видео, на котором молодые люди распивают элитные спиртные напитки и ведут себя непристойно уже несколько дней в топе региональных новостей. За один день больше 14 тысяч просмотров. Родители учеников школы номер 42 микрорайон Юрис, в котором снят скандальный клип, негодуют. Как такое вообще могло произойти в бассейне, который посещают их дети? Меня возмутило то, что они попали сюда, и то, что администрация начала сразу же защищаться, подала сразу же заявление в полицию. Администрация не считает себя виновной. Не считает себя виновной. Они только считают, что было какое-то административное нарушение. Но на самом деле я считаю, что именно администрация полностью виновна во всей этой пьяной вакханалии, которая здесь была устроена. В детской школе, в детском учреждении происходят пьяные оргии с двумя, извините, девицами легкого поведения и парни какие-то шоумены. Директор школы Ирина Терентьева случившееся не отрицает. Действительно, 5 ноября 2016 года между школой и молодым человеком из той самой компании был заключен договор о предоставлении услуг. Проще говоря, молодые люди выкупили 4 дорожки с 6 до 9 часов вечера. Комментируя скандальные видео из интернета, директор извинил с передодителями и сказала о главном. После посещения бассейна этой компании, пробы воды были отправлены на анализ, который отклонений от норм не показал. А значит, школьный бассейн безопасен. В первую очередь, я хочу заверить, что ежедневно проводимый мониторинг качества воды, который три раза в день проводится, это плюсом дополнительно к анализам лабораторным, которые мы проводим бактериологически, и раз в квартал проводится, плюсом не позволяет, конечно, и система, самовременная система очистки не позволяет допустить каких-либо нарушений санитарно-педагогического режима. Так кто же виноват в этой ситуации? Кто не доглядел за компанией мажоров? Вероятно, инструктор по плаванию. Но она уверяет, что 5 ноября несколько раз заглядывала в бассейн. И все это время молодые люди вели себя в рамках приличия. В принципе, замечаний не было. Народ плавал, как обычно. Постоянно я здесь не находилась. В общем-то, в обязанности мои не входило, чтобы постоянно находиться здесь. В полдевятого я последний раз зашла, а уже в десятом часу мы зашли вместе с охранником. То есть они не выходили, и мы пошли с охранником вместе. И они, да-да-да, мы заканчиваем. Как раз они были вот в маленьком бассейне. А так плавали в большом. Это и некоторые другие свидетельства позволяют предположить, что скандальное видео было снято в школьном бассейне за полчаса до закрытия. Вот только зачем? Чтобы выложить в интернет и похвалиться перед друзьями? Некоторые считают клип провокацией, которая уже спровоцировала и вполне оправданное возмущение родителей, и внезапные проверки. Они прошли в минувшие выходные. А в понедельник утром было создано три дополнительных комиссии, которые проверили девять городских бассейнов. Везде, значит, проходит проверка правомочности проведения платных услуг. Время, с которого начинаются платные услуги, они должны начинаться не раньше, чем с 17.30, когда заканчивается образовательный процесс. Это выходные дни и вечерние часы. Это обязательное наличие список. Это, в первую очередь, договора наличия. К договору прикладываются медицинские справки, список тех, кто занимается, и тренер, который закреплен за той или иной платной группой. В 42-й школе микрорайон Юрьевец комиссия вывела следующие недочеты. Первый. Компания молодых людей арендовала бассейн без тренера. Второй. Не были проверены медицинские справки. А это уже административное нарушение. 3 декабря директор школы написала заявление в полицию о хулиганских действиях компании. По данному факту уже проводится и прокурорская проверка. В среду в школе номер 42 пройдет родительская конференция, на которой обсудят этот инцидент. Одним из возможных решений станет обязательная установка видеокамер в школьных бассейнах. Что в итоге? Какие выводы из этой истории уже сделаны и еще будут сделаны, покажет время. Директор школы Ирина Терентьева до сих пор не может поверить в случившееся и говорит об одном. Все-таки за компанией мажоров надо было присматривать более тщательно. Постоянного слежения не было. Потому что если с детскими группами неотлучно дежурят два человека, это медсестра и инструктор по плаванию, со взрослыми этого нет. Но теперь мы, наверное, делаем выводы. Это случай единичный. Сейчас в школе проводится расследование служебное. По результатам, естественно, мы сделаем выводы и виновные будут наказаны. Пока в 42-й школе комиссия вывела следующие недочеты. Первой компанией молодых людей арендовала бассейн без тренера. Второй. Не были проверены медицинские справки. А это уже административное нарушение. А еще распитие спиртных напитков в бассейне и многое другое. Выяснением всех обстоятельств этой скандальной истории занимаются полиция, прокуратура и Следственный комитет. Обсудят ситуацию и на родительской конференции. Одним из возможных решений станет обязательная установка видеокамер в школьных бассейнах. А еще эта история стоила кресла руководителю городского департамента образования Татьяне Ковальковой. Она уже написала заявление по собственному желанию, которое завизировал глава администрации Владимира Андрей Шохин. Итоги масштабной проверки в спортивном блоке школы номер 42 будут подведены в ближайшее время. Об их результатах, а также итогах родительской конференции мы сообщим в следующей программе. К другим событиям. Алексея Мельникова признали виновным в неуплате налогов в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы. Наказание условное. Экс-директора автоприбора амнистировали прямо в зале суда. Напомню, амнистия объявлена к 70-летию Великой Победы. Условия содержания нормальные, но лучше такие университеты проходить заочно. Так вкратце Алексей Мельников рассказал о своем 9-месячном пребывании в СИЗО. Сегодня во Фрунзенском районном суде огласили приговор экс-главе автоприбора. Заседание длилось не больше 10 минут. В связи с тем, что преступление относится к сфере экономической деятельности, судья Андрей Мочилов зачитал только вводную и результивную части приговора. Суд приговорил Мельникова Алексея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 прим Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями на срок 3 года. И тут, к всеобщей неожиданности присутствующих в зале, судья Мочилов продолжил. Он начал с того, что наказание Мельникова будет условным. На основании пункта 9-го постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Мельникова освободить от назначенного основного и дополнительного наказания и считать его несудимым. Алексей Мельников посчитал приговор неправомерным, виновным он себя не считает. Его защита назвала вердикт судьи Сламоновым решением и намерена в ближайшее время его обжаловать. На оправдательный приговор при всем абсурдности обвинения мы не рассчитывали. Но вот то, что прозвучало решение условно и применить амнистию, это, конечно, является сегодня компромиссом между здравым смыслом, законом и колоссальным административным давлением, которое сегодня оказывается на следствии обвинения и на суд. Несмотря на сегодняшнюю амнистию, Алексей Мельников не был выпущен на свободу, так как он находится под арестом в рамках другого уголовного дела. Но это лишь одно из уголовных дел в отношении Алексея Мельникова. Напомню, в рамках другого экс-директора автоприбора обвинят в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. В следственном изоляторе Алексей Мельников пробудет до середины января 2017 года. В центре Владимира сгорел двухэтажный деревянный дом. Пожарных вызвали случайные прохожие, которые увидели дым, поднимающийся из-под крыши дома номер 11 на улице Садовая. Спустя всего несколько минут спасатели были на месте и приступили к тушению пожара. Выяснилось, что в старом двухэтажном доме уже год никто не живет. Строение облюбовали бомжи. Они, судя по всему, и подожгли дом. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. На сегодня это все новости. Следующий обзор чрезвычайных событий в программе «Безопасность» ровно через неделю. Увидимся на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова